Друзья, а не пора ли нам с вами замахнуться на высокую кухню? Высокая кухня. Гранд Кузин. Что это такое? Это интересная подача, скажем так, высокохудожественная. Небольшая порция, высокая цена, ну и, конечно же, уникальное сочетание ингредиентов. Блюда высокой кухни, они отличаются от простой, скажем, еды, сытной, большой порции, сел, покушал и счастлив. Когда тебе подали тарелочку и ты начинаешь кушать, тебе не хочется жрать, тебе хочется дегустировать, не спеша, пытаться услышать все эти нотки специй, которые находятся в этом блюде, чувствовать вот это прекрасное послевкусие. Вот что значит высокая кухня. На обычной нашей бытовой кухне мы с вами попытаемся сегодня сделать такое блюдо. В нормальном ресторане, ну, скажем, в хорошем, дорогом ресторане, который специализируется именно на Гранд Кузин, они, конечно, составляют меню в трех направлениях. Это стартер, закуски по-нашему, мейн-корс, главное блюдо, дизерт, дизерт. Сегодня мы с вами приготовим стартер, закуску. Это должна быть небольшая порция, после которой хочется дальше продолжить и попробовать главное блюдо. Что же мы с вами сегодня приготовим? Картофель конфи. Конфи это стиль приготовления продуктов. Медленно на низкой температуре варится продукт, как правило, в жир, достигая того, чтобы внутри консистенция была очень нежная, кремовая, а сверху была корочка. Так вот, мы сегодня с вами приготовим картофель конфи. Затем мы с вами приготовим особые баклажаны. Ничего хитрого в них не будет, будет баклажаны и просто сыр пармезану, или пармезан, как мы говорим. Важный момент, чтобы эти баклажаны с этим пармезаном сыграли, скажем так, в команде, чтобы получился уникальный вкус. Поэтому мы сегодня их будем жарить, а подавать и сервировать только завтра. Как и картофель тоже, мы тоже его сегодня будем варить, но подавать и сервировать только завтра. Некоторым продуктам нужно полежать для того, чтобы получился уникальный вкус. Вперед! Доводим до кипения воду. Я набрал в среднем полтора литра. Добавляю туда столовую ложку соли. Водичка должна быть приятно соленая. Не пересоленая, но в то же время не пресная. Когда мы будем кушать картофель, он должен быть уже как бы досоленый. То есть ничего досаливать в высокой кухне не принято, не доперчивать. Все уже должно быть сделано шеф-поваром так, чтобы только взяли вилочку, ножичек, покушали и получили удовольствие. Давайте начнем готовить картошечку. Чистим ее. Вы видите, что я чищу достаточно крупно. К сожалению, для приготовления этого блюда будет много отходов. Ну что ж, поделаешь, картофель недорогой. Но зато у нас с вами получится великолепное вкусное блюдо. Картошечка почищена. Вода практически закипела. Добавляем сюда два лобровых листа. Штук шесть кардамона. Четыре-пять зубцов чеснока. Произвольно режем на большие куски. Пусть вода продолжает нагреваться. Теперь должны подготовить картошечку. Мы должны с вами сделать красивый брусочек. Многие из вас скажут, ну ты блин, ну че ты делаешь? Ну зачем, к чему это все? Ребята, ну мы же сегодня с вами что? Готовим высокую кухню. В высокой кухне все должно быть симметрично, красиво, элегантно. Поэтому, конечно, можно взять кусок картошки, бам, сварить, скушать и быть счастливым. А можно взять красивый круглый брусочек и получить эстетическое наслаждение во время приема тыщи. Так, хорошо. По такому же принципу готовим остальную картошку. Ну вот, друзья, посмотрите, что у нас с вами получилось. Теперь все это дело в холодную воду. Смываем крахмал. Вода кипит. Вы обратили внимание, что я картошку опускаю в кипяток, в кипящую воду. Следующий момент. Добуем воду до кипения. И варим на медленном огне в течение 20-25 минут. Картошечка должна быть мягенькая. Так, чтобы ножичек, когда вы будете протыкать ее, легко проникал в нее. Но в то же время, ни в коем случае, не нужно добиваться того, чтобы она развалилась. Но я вам покажу, как она будет выглядеть. Теперь давайте подготовим наши баклажаны. Возьмите сковородку-гриль. Ну, или любую сковородку, которая у вас есть. Нам нужна форма. Видите, я использую вот такую достаточно глубокую форму. Я буду заполнять нашими баклажанами ее полностью. Нам нужно с вами получить тоже достаточно объемный кусочек баклажана. Берете форму. Закрываете ее пергаментной бумагой. Нам понадобится с вами сыр пармезан. Вот. Натираем на мелкой терочке. Так, баклажаны. Я взял два баклажана. На тот случай, если вдруг мне не будет достаточно одного. Ну, там, посмотрим уже по ходу пьезы. Давайте его подготовим. Краешки я срезаю. Нарезаем его вот такими пластинами. В среднем пластина около сантиметра. Видите? Вот так вот. Немного просаливаем. Каждую пластину баклажан. Чуть-чуть черного перца. Совсем немножко. Баклажаны отдают свой сок. Помните, сильно не солите. Все у нас с вами должно быть гармонично. Включайте свою сковородку, грейте ее. Максимальный огонь. Оливковое масло, кисточка. Ну, оливковое масло может быть одну четвертую стакана. На мелкой терочке натираем пармезаном. Баклажаны немножко надо отжать от сока. Он нам помешает. Вот так вот. Плита работает. Максимальная температура. Мажем маслом наши баклажаны. Масло в сковородку нет необходимости наливать. Нам нужно контролировать жирность баклажан. Если мы будем с вами добавлять масло в сковородку, то баклажаны, вы же знаете, как они впитывают в себя жир. Мы не сможем контролировать. И наше готовое блюдо получится чрезмерно тяжелым и жирным. Оливковое масло даст невероятный вкус. Ох, мамма миа. Так, вперед. Жарим до половины готовности. То есть нам нужно с вами получить красивый цвет, рисунок гриля. Ну, соответственно, вкус гриля он передаст нам. Если бы мы это делали с вами на костре, было бы, конечно, бы еще лучше. Ну, вот так вот. Замечательно. У меня прошло около получаса. Вот так вот должна выглядеть наша картошечка. Вот, видите, она еще имеет резистанс, скажем так, упругость, но в то же время уже практически готова. Складываем ее в контейнер. Отрезаете сливочное масло. И прямо вот по кусочку, такому, да, доброму кусочку, на каждую картофелину. Так, чтобы наша картошечка прям купалась в масле. Можете не переживать, когда мы с вами будем ее готовить завтра, она жирная, не будет. Теперь нужно картошку охладить до комнатной температуры и ставьте в холодильник. Пока картошка не остыла, поливайте ее маслицем. Вот так. Баклажанчики наши готовы. У меня в среднем здесь полтора баклажана. Я все-таки выбрал хорошие кусочки, ровненькие, для того, чтобы получилось наше блюдо идеальным. Так, смотрим, баклажан слишком большой. Значит, соответственно, нам надо его подрезать. И засыпаем слоем пармиджана. В среднем получается 2 столовых ложки на один слой. Пригодили. Включайте духовку на 180 градусов. Ставим минут на 20 на 25. Вот так должна выглядеть наша картошка. Закрываем, ставим в холодильник. У меня прошло 25-27 минут. Вот смотрите, что мы должны с вами получить. Они закипели, сыр начал плавиться. Закрыли пергаментной бумагой, придавили. Так, чтобы у нас была красивая форма будущего блюда. Охлаждаем до комнатной температуры. Затем ставим в холодильник. У меня прошла ночь. Посмотрите, как выглядит наша картошечка и баклажаны. Фактически, я их запечатал маслом. Они у нас не окисляются кислородом. Выглядят прекрасно. Я отставляю в стороночку. Мы будем их готовить немножко позже. Баклажаны, обратите внимание, видите, какие они плотные стали. Тоже убираю в сторонку. Сейчас мы с вами начнем готовить соус маринара. Это очень древний соус. Он был придуман еще в конце 16 века итальянскими моряками. Итальянские повара, морские повара, куки, обнаружили, что готовый соус в бочках, томатный соус, хранится до 6 месяцев, в отличие от обычных свежих томатов. Поэтому именно соус маринара и получил свое название благодаря изобретению коком, морским поварам. Мы с вами постараемся приготовить соус практически в оригинале, так как его готовили еще в конце 16 века повара, морские повара. Ну, вперед. С чего все начинается? Оливковое масло. Греем сотейник. Нужна одна луковица. Режем произвольно. Четыре зубчика чеснока достаточно. Две ложки оливкового масла. Пошли овощи. Вот, обратите внимание, видите, как я поджарил овощи? Они дали прекрасный вкус и аромат. Добавляем грамм 50 вина. Вот такой вот пучок базилика свежего. Обязательно. Добавляем в среднем неполную столовую ложку сухого орегано. Если у вас свежий есть, это будет прекрасно. Столовая ложка сахара тростникового. Щепотка соли. Черного перца. Буквально чуть-чуть. Небольшая щепотка чили. Для того, чтобы наш соус приобрел характер. Моряки вместо вина добавляли уксус винный. Для того, чтобы продлить срок хранения своего томатного соуса. Но для нас, мы же не собираемся его хранить полгода в бочках, правильно? Нам нужно его подать сегодня. Буквально через 15-20 минут. Поэтому уксус он слишком перекислит. Уксус не нужно добавлять, потому что в томатах в любом случае есть своя естественная природная кислинка. Добавляем 250 миллилитров томатного пюре. И теперь доводим до кипения. И варим буквально 3-5 минут. Этого вполне достаточно. Соус маринара готов. Теперь давайте мы его с вами измельчим блендером. Если вы видите, что соус густоват, добавьте буквально полстакана кипяченой воды. Перфект. Так, друзья, наш соус маринара готов. В сотейник. Крышечки закрыли, убрали в сторонку. Начинаем готовить чесночный крем. Это уже французский соус. Очень популярный, часто используется. Кстати, соусы, которые мы с вами готовим сегодня, они будут очень хорошо звучать с нашим соусом жю. Вы уже посмотрели это видео? Так вот, если вы добавите соус жю в соус маринара, то это будет отличный аккомпанемент к стейкам, к баранье. Сегодня мы с вами также приготовим чесночный крем. Он будет на основе сливок, но в него тоже, если добавите соус жю, буквально 50 грамм, он совершенно по-другому будет звучать. Он раскроется, будет великолепно с курицей, со свининой. Как всегда, греем наш сотейник. Добавляем немножко оливкового масла. Тем временем, нужно подготовить чеснок. Он же у нас чесночный, соответственно, должно быть много чеснока. Рубите чеснок произвольно. Следите за огнем, так, чтобы овощи не подгорели. Буквально 2-3 веточки тимьяна, свежий тимьян. Желательно использовать свежие травы. Нам нужны листики. Белое вино. Грамм 20-30. Ну, посмотрите, ребята, как все должно выглядеть. В принципе, как и в первом соусе. Я подрумянил так, чтобы овощи приобрели цвет, раскрылись, дали свой вкус. Добавляем щепотку соли. Как всегда, немножко черного перца. Я добавлю чайную ложечку горчички. Это дижонская горчица, у нас же все-таки французский соус. Соответственно, нам обязательно нужна горчица. 250 миллилитров жирных сливок. Все добавим до кипения. Так, друзья, смотрите, у меня прошло минут 10. У него получился такой кремовый цвет у соуса. Видите? Красотища. Все, готов. Выключаем. Давайте попробуем. Вот, обратите внимание, соус сделанный правильно, когда имеет однородную структуру, консистенцию. Если у вас он разбивается на фракции, значит, соус сделан неправильно. Закрываем крышечкой в сторонку. Сейчас, друзья, мы с вами приготовим невероятную закуску. Жареный пармиджано. У меня здесь в среднем 100 грамм. Берете большой лист, пергаментную бумагу. Распределяете по всему листу. Духовка разогретая, 180 градусов. Ставим. Наш пармиджано готов. Я его запекал 8 минут. Пусть остывает. Ставим в сторонку. Следующий момент. Наша картошечка. Кладете на лист. Бумагу не обязательно. Ставим в духовку. 180 градусов, в среднем 15 минут. Пока картошечка жарится, одна сторона. Когда мы будем переворачивать ее на вторую сторону, мы с вами положим баклажан. Будем вытаскивать его. Красотища, да? Обалдеть. Теперь мы с вами должны его подготовить. Обрезаем. Все это потом скушайте сами. Гостям нужно подать так, чтобы это было идеально. Мы с вами приготовим две порции. Все, что осталось, положите обратно в формочку, в которую вы запекали. Закрываете пленочкой и убираете в холодильник. Если вы не собираетесь сервировать. Вот этот баклажан будет у вас храниться в холодильнике не менее недели. Так что все вы можете приготовить заранее. Например, если у вас завтра, послезавтра гости. Конечно же, это стресс для хозяйки или для хозяина. Тот, кто у вас готовит дома. Вы можете все приготовить заранее. Видите, картошечку я приготовил вчера. Баклажаны я также приготовил вчера. Соусы готовятся очень быстро. Вот два вида соусов я приготовил буквально за 10-12 минут. В принципе, высокую кухню можно сделать на нашей бытовой кухне. Причем с обычными продуктами, которые есть в обычном магазине. Сделаем с вами квадратики. Вот что у нас с вами должно было получиться. Баклажан, сырок. Все очень гармонично и красиво. У меня прошло 15 минут. Картошечка, одна сторона уже поджарилась. Я чувствую. Ну да, то, что нужно. То, что доктор прописал. Кладем баклажан. И еще 10-15 минут. 180 градусов. У меня осталось 5 минут. Баклажан и картошечка будут вот-вот готовы. Включайте плиту. Подогревайте свои соусы. Вот посмотрите, что у нас с пармазаном. Вот такой вот красавец получился. Просто можете произвольно его наломать кусочками, положить в чашечку и угощать своих гостей. Смотрите, не сожгите его. Если он у вас приобретет коричневатый оттенок, то все, он будет горчить. Должен быть светло-желтый. Субтитры подогнал «Симон» Ну вот, друзья, такое вот блюдо. Вот это называется «высокая кухня». Продукты все привычные. То, что мы можем найти спокойненько в наших супермаркетах. А как приготовить, вы уже знаете. Давайте пробовать. Пармазанчик. Изумительно. Начинайте всегда отдельно, пока не начинайте смешивать соусы. Торонку. Баклажанчик. Невероятный изысканный вкус. Всю ночь он полежал в Пармазане. Они обменялись своими вкусами. Невероятно. Так, смотрим картошечку. Вот смотрите, что. Какая она поджаристая с двух сторон. А внутри, как картофель пюре. Нежная, мягкая. Вот, видите? Практически суфле. О-о-о. Просто божественно. Вы помните, да? Мы варили картофель в соленой воде. С чесночком и кардамоном. Вот это все проникло вовнутрь. Внутри просто, знаете, какое-то вот буйство вкуса. Просто невероятно. Итак, мы с вами продегустировали каждый элемент отдельно. Услышали как бы его вкус. Теперь мы начинаем что делать? С соусами. С чем сочетается картофель? Конечно же, сочетается со сливками. Добавили. Изумительно. Добавляйте. Вот сейчас добавился еще один аккорд жареного нашего пармезана. Очень, очень интересно. Баклажан. Баклажан у нас, конечно же, будет с соусом маринара. Просто парад вкуса. Я требую продолжения банкета. Попробовали каждый ингредиент отдельно с соусами. А вот теперь вы можете делать канапе. Экспериментируйте. Как я вам говорил, когда речь идет о высокой кухне, здесь не нужно лопать. Быстро и чавкая насытиться. Нет. Здесь нужно получать удовольствие, эстетическое, понимаете, удовлетворение. Взяли кусочек картофеля, кусочек баклажана, пармезан, соус один, соус другой. И получилось у нас с вами идеальное канапе. Вот еще давайте, давайте, давайте. Как вы видите, приготовить это блюдо крайне просто. Все продукты есть в вашем магазине. Как это сделать, я вам показал. Давайте, экспериментируйте, дерзайте. На сегодня все. Увидимся в следующий понедельник. Я благодарен всем нашим подписчикам за вашу поддержку, за вашу любовь, за ваши замечательные комментарии. Большое вам всем спасибо. Будем с вами дружить. Обязательно будем друг друга поддерживать. Увидимся в следующий раз. Пока, мои дорогие. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok ПОДПИСМЕНТОМ